В Брестской области более 55 тысяч пациентов, страдающих сахарным диабетом, а всего в Беларуси таких людей без малого 5%. 360 тысяч – это больше, чем население нашего города, и врачи не видят снижения диагностики данного заболевания. Диабет – это проблема всего мира, и она связана именно с тем, что человечество делает все возможное для того, чтобы меньше двигаться и больше потреблять энергии. К сожалению, это приводит к избыточной массе тела, быстрому расходованию своего собственного инсулина. Клетки, которые вырабатывают этот инсулин, бета-клетки, они погибают. У пациента появляется повышенный сахар крови. Появляются такие специфические жалобы сахарного диабета. Это частное мочепремучие спускания, это жажда, снижение веса, повышенный аппетит, утомляемость. Это, как правило, на фоне таких вот факторов риска развития сахарного диабета. Это артериальная гипертензия, нарушенный жировой обмен, повышенный вес. До 1922 года диагноз сахарный диабет звучал как приговор. После того, как болезнь проявляла себя, человеку оставалось жить не более двух лет. Но сегодня тысячи пациентов Брестского областного эндокринологического диспансера имеют возможность поддерживать достойный уровень жизни благодаря современным лекарствам, новым подходам к терапии и качественному диагностическому оборудованию. Главное – регулярно проводить исследования крови, чтобы отслеживать необходимые показатели. Об этом и не только шла речь на медицинском лектории, посвященном Дню борьбы с диабетом. На встречу пригласили не просто специалиста, а гуру в области эндокринологии, главного врача Брестского областного эндокринологического диспансера Артура Станиславовича Григоровича. Вообще, надо сказать, что наш лекторий – это достаточно эффективная форма работы, прежде всего, исходя из его направления, поскольку жизненные интересы каждого человека, они всегда касаются, прежде всего, здоровья. Дальше мы выбираем очень актуальные темы, ну, например, проблемы онкологии, кардиологии. Сегодня не менее актуальная тема, и эффект от наших встреч еще и в том, что здесь участники этих мероприятий могут получить не только, скажем, лекционную информацию, теоретическую, но и получить индивидуальные консультации. Об этой встрече я узнала из соцсетей, которые ведет библиотека. В Инстаграме и в Одноклассниках эта тема для меня является актуальной и интересной, потому что у меня мама, скажем так, страдает определенными проблемами, ну, как бы, скажем так, возрастными. Я хочу выразить огромную благодарность библиотеке за организацию таких прекрасных встреч с врачами-специалистами. Вот, они являются полезными для каждого. От главного врача Брестского областного эндокринологического диспансера участники узнали много ценной информации. Ведь Артур Григорович ежедневно сталкивается с людьми, которые страдают диабетом. Мы делим сахарный диабет на два типа. Часто наиболее встречающиеся. Это первый тип сахарного диабета, которым болеют дети и молодые, взрослые. Он не ассоциирован в большинстве своем с наследственностью, он не наследуется. Это ассоциировано с инфекциями, перенесенными, вирусными. Происходит такой сбой в иммунной системе, и иммунные клетки по ошибке уничтожают собственные клетки, которые вырабатывают инсулины. И пациенты вынуждены все время его вводить всю оставшуюся жизнь. Второй тип диабета наследуется, потому что он ассоциирован с ожирением. И этих пациентов 90%. Советы докторов-эндокринологов не отличаются особой сложностью. Правильно питайтесь, регулируйте физические нагрузки, побольше гуляйте и ходите пешком. Но если заболели, прибавьте ко всему вышеперечисленному особую ответственность за свое здоровье. Это поможет вам сохранить его на долгие годы. А если заболели, умейте жить так, чтобы болезнь оказалась побежденной хотя бы морально.